Поставила вопрос, что без мамы Арина не поедет. Вот здесь вот я переодеваюсь, это одежда на сегодня. Мне нравится лад. Вот мы сейчас все обедаем. Мы живем в отдельной квартире. Сколько ты зарабатываешь? Как ты тратишь свои деньги? Ваше мнение как мама? Мама! Мама! Подходит мальчик и такой, так ты проститутка. Проститутка. Меня еще избивали на работе. Они меня били. Издевайтесь над мной. Надо дать ребенку шанс, чтобы она уже сделала вывод. Внимание к этой работе было от парней. Называли меня проституткой. У меня сейчас квартира в Питере двухкомнатная. Одна из этих целей была свозить маму в отпуск. И подарить ей крутой подарок на день рождения. Для Азии норм. Ну что тут на Европу? Не обижаете там. Ну что же я вам сделала? Всем привет. Меня зовут Арина. Сейчас 5.37. И у меня есть частные сборы на работу. Сейчас мы находимся в моей ванне. Каждое свое утро я начинаю с бутылки воды из умлажки. Это корейская. Кстати, у меня бутылочка фирменная от моего агентства. Это очень мило. Сегодня на завтрак у меня овсянка, манго и банан. Что в моей сумке? У меня она такая слишком большая. Это только сегодня. Чаще всего я хожу с маленькой, потому что много вещей мне не надо. А здесь у меня бутылочка комаров, потому что у меня жуткие проблемы с этим. Меня очень сильно кусают. Из-за того, что у меня есть небольшой стресс, я себе расчесываю всюду краю. Сумочка. Здесь всякие таблетки, скрима, салфетки. Что-то мне кажется, что такие косметички у бабушек. И также здесь маски. Так как в жизни я их уже перестала носить. Их редко очень просят. Но если просят, они у меня всегда с собой, чтобы я их надела. Сегодня я еду к своему постоянному клиенту, поэтому я с ума не западиваюсь по вещам, которые я возьму с собой. Потому что я знаю, что тут они будут на работе. Вот здесь вот я переодеваюсь. Это одежда на сегодня. Тут около 26-30 образов. Сегодня у меня на обед салат. Вот мы сейчас все обедаем. Я хотела вам рассказать немного про свое лицо и как я за ним ухаживаю. Вот, в принципе, утром вы увидели, что я умываюсь всякими пенками. Также я еще использую жирные крема для лица, потому что после ежедневной косметики лицо становится у меня очень сухим. И еще я использую патчи. Да. Они стоят 100 рублей на того вау. Это какой-то просто вау. Я заказала вам упаковка 10. Это слишком дешево и слишком круто. Вот. Вообще тут очень красиво. Мне прямо очень нравится. Такая вот я. Винтажная девочка сегодня. Как я вам уже говорила, мы с мамой пользуемся доставкой. И вот сегодня мне сказал букер, чтобы я взяла еду с собой. И я сейчас в пижаме штучки для удержания волос. Еду за своей едой. Я возьму с собой. Есть. Буду, наверное, прямо перед работой. У меня есть тормоз сумка. Чтобы все было удобно и тепло. У меня есть тормоз сумка. Но... Может, что я все みたい. А-а-а. Картер! Да. Капочка. Картер! 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 так может третий день на санье особо и ничего не снимала потому что я отдыхаю я устала я сплю 10 половиной часов каждый день для меня это шок вот прекрасный белый пляж и прекрасная вода вот тут лежачки где-то наш лежак всем привет меня зовут аренка сегодня снимаю видео с моей мамой не скажешь мою маму зовут ольга мы сегодня ответим на вопросы typical modeling поехали откуда вы как вас нашли как узнали про моделин в начальной школе одноклассница в столовке хвасталась тем что она зарабатывает 500 рублей в неделю и это к надо мне тоже зарабатывать 500 рублей в неделю я пришла к маме это еще был детский моделин я маме предложила и она согласилась второй вопрос что вам и думайте моделинге как согласилась и были ли какие-то опасения стереотипы о моделинге все здесь сам что начали все-таки здесь ему лиринга тогда еще никаких стереотип fo's оба у нас не было но стало понятно что начали очень Очень поздно для ребенка, рост у Ариши был 158 сантиметров, решили сразу же нарабатывать опыт для того, чтобы пойти во взрослые модели. 13 лет с ростом 169, может быть, 170, мы уже начали пробиваться во взрослую часть, получали даже некоторые предложения больших агентств, одно мы даже приняли. Изначально, конечно, никаких вопросов, проблем не возникало, потому что Арина начала как ребенок. Начала я в 11, это был четвертый класс. Как можно работать моделью в Китае с 14 лет, что нужно для этого, какие параметры у модели. Работать как обычная модель, есть, конечно, много ограничений в моем плане, опять же, у меня такие же ограничения, как у 16-летней, то есть я не буду снимать эротическое белье. Как я думаю, что я не могу сниматься для ТВС и для каких-то очень больших брендов, потому что они заключают контракты, но для заключения контрактов полноценных рабочих нужно, чтобы мне было 18 лет все-таки. Моя работа не отличается никак от 16-летней. Что для этого нужно? Быть красивой. И найти контракт с хорошим принимающим агентством, это все-таки основное. Изначально, когда я была в Китае, не мой типаж был в агентстве. Когда второй раз приехала, все прекрасно. Какие параметры у модели? Параметры классические. У меня 82, 59, 87, примерно так. Мой рост 172. Но, кстати, композитки напечатаны с ростом 170, хотя в самом начале, как только приехали мы с Алиной, мы поехали в агентство, замеряли рост, измерили 172, но решили, почему-то, что будут писать 170. Почему мы сейчас так не уверенно об этом говорим? Потому что у меня измерения не было 5 месяцев. Из-за большого количества работы у меня нет чисто физических времени и сил идти в агентство на замеры. И мне просто каждую неделю перечисляют поки. Да, в нашем агентстве очень много онлайн-букинга, и нет такой большой проблемы, как было, допустим, в прошлогоднем, что ты не получишь покеты, если ты в понедельник не прислал свой вес, именно фотографию. В других агентствах я знаю, что не просто нужно прислать вес, а приехать в агентство, полностью все измерить, взвеситься. И только потом нужно рассчитывать, что пришлют вот эти вот карманные деньги на неделю. Здесь проще. Ну, в нашем агентстве. Следующий вопрос. Как так получилось улететь с мамой? И из этого вытекают советы родителям. Зачем я с тобой? Хорошо ли это? И чем хорошо? Наверное, я начну. Как получилось улететь с мамой? Мое личное мнение. В Китай ехать в столь юном возрасте одной не лучшая идея. Все-таки рабочая виза с 18 лет. И проблем может быть достаточно много. Особенно, если едешь в новое агентство, и ты не знаешь, что по итогу будет, какое отношение. И в принципе ничего не знаешь об агентстве. Но так как контракт Арине ищу я, и вот этот китайский контракт тоже нашла я, мы списались в инстаграме. Сразу же было оговорено, что Арина приедет со мной. Директор даже не особо удивилась, наверное, просто уточнила, на каких условиях мы хотим приехать. Соответственно, была договоренность, что нам покупают билет, нам предоставляют апартаменты, нам присылают документы для визы. Изначально было понятно, и я так поставила вопрос, что без мамы Арина не поедет. Директор сразу написала, о, это манимейкер, я хочу, чтобы она ко мне приехала. И она согласилась на наши условия. Хорошо ли это и чем хорошо? Изначально у меня все мысли о поездках, это то, что будет огромное количество девочек. Я такой человек, что мной достаточно просто манипулировать и менять мое осознание, и менять мой взгляд на жизнь. Я уже встречалась пару раз, когда там девочки говорили про то, что, о, господи, я весила 42 кг, теперь я вешу 43, как мне с этим жить? И я такая, наверное, жить классно с таким весом. Это очень сильно морально давит, и мама в этом плане очень поддерживает, все-таки, когда она тебя может физически обнять, а не просто через FaceTime, типа, я с тобой, удачи, и сбросить звонок. Например, в последнее время из-за большого количества работ у меня начались истерики, и меня мама успокаивала. Да, я еще спрашиваю, нужен ли тебе выходной, потому что ко мне директор действительно прислушивается, и если я попрошу для Ариши выходной, его дадут. Уже было такое, я сказала, что очень много дней подряд она работает, нам дали выходной. Правда, его потом назвали Visa Day, но это уже было неважно, важно, что у Арины не было 10-часовой съемки в этот день, и она хоть немножко отдохнула. Это, конечно, хорошо, потому что тебе легче прижиться здесь, в Китае. Мама здесь, это как дом становится. Где вы живете, у вас апартаменты от агентства, или вы сами снимаете жилье? Мы живем в апартаментах, живем мы в Ханчжоу. Мы думали изначально, когда ехали сюда, о съеме квартиры. В следующей поездке мы будем снимать самостоятельное жилье, потому что мы даже были в апартаментах. В принципе, у нас очень хорошие апартаменты. Просто жить с, например, у нас есть большая квартира, там 10 человек может жить. 8 моделей, плюс я и плюс мама. Ну, как-то некомфортно. Наверное, лучше снимать квартиру самостоятельно. Следующая поездка. Нам просто сейчас очень повезло, в связи с закрытием границ, моделей очень мало, и мы живем в отдельной квартире, в которой одна большая спальня и три маленьких. И, соответственно, мы сейчас там живем вдвоем. Конечно, в этой поездке не было абсолютно никакого смысла искать отдельную квартиру для себя. У нас и так она отдельная, и она от агентства. Блиц. Вопрос из вечности. Девочка модельная, но родители против. Что делать, как увидеть родителей, и нужно ли? Ваше мнение как маму? Я вообще считаю, что надо дать ребенку шанс, чтобы она уже сделала вывод, нравится самой, не нравится, получается, не получается. Дашь шанс, виноват, что не заставил учиться. Заставишь учиться, скажут потом, виноват, что не дал возможности поехать в модельную поездку. Тут еще вопрос возраста, наверное, он будет чуть позже, но пока просто совет и мнение мамы. Я считаю, что нужно давать шанс вашему ребенку, особенно если это девочка, по возможности ее поддерживать. Не все девочки готовы ни в 14, ни в 16 лет самостоятельной жизни. Нужно смотреть по ситуации, но я за то, чтобы дать шанс. Тут уже вопрос ко мне, как совмещать моделинг с учебой. Не сказать, что я очень умная, но просто школьная... А я считаю, что умная. Мама. Школьная программа, как по мне, очень растянута. В прошлом году получилось, что у меня была первая такая тренировочка насчет школьной программы и моделинга. В конце первой четверти я приехала в школу и поняла, что я занималась на домашнем обучении и ничего не поняла. Я как бы изучала, да, у меня там оценки были четверки и пятерки. Это было не совсем домашнее обучение, это была онлайн-платформа, от которой мы потом отказались в итоге. И у меня были четверки и пятерки, такая отличница, а в итоге я приезжаю, а у меня тройки. Конечно, это было все не круто. В итоге я ходила в школу после уроков, и я сдавала всякие контрольные, писала тесты. Я писала абсолютно все тесты, которые писали мои одноклассники. Но это, я считаю, уже излишки, то есть это просто у меня школа частная, и им нужен рейтинг. Я закрыла учебный год за 4 или 5 месяцев в конце февраля. Не было никаких съемок. Контракт это контракт, прекрасно она работает на контракте, но когда возвращается в Россию, она полностью посвящает себя учебе. Мы от всех съемок практически отказывались, когда были в России. У меня получается совмещать, но вот не знаю, что будет с восьмым классом, с новым предметом химия, с физикой я справилась. Что одноклассники думают о работе моделью? Я начинала с 11 лет. Когда я вернулась после первого контракта, он был летом, такая, типа... Ты же в седьмой вернулась, получается, так, в шестом ты уехала, а в седьмой вернулась? Да. Я приехала, такая, все, здравствуйте, королева, модель, все такое. И ко мне подходит мальчик, и такой, как это все работает, типа, как ты зарабатываешь? Я говорю, ну, у меня по часам терпыра, и он такой, так ты проститутка, проститутка. Все-таки стоит, получается, тот факт, что это мальчик немножечко ушибленный? Ну, и то есть у многих были вопросы... Много мальчиков спрашивали про то, что, типа, сколько ты зарабатываешь, как ты тратишь свои деньги. Девочки особо никак на это не реагировали. Внимание к этой работе было от парней. Ну, называли меня проституткой. Это ваша первая поездка? Нет. У меня была одна поездка в Китай, одна поездка в Корею, и вот это третья поездка. Сколько же по времени вы в Китае, как пережили карантин? В Китае мы уже пять месяцев. Приехали мы 25 марта. 25 марта мы приехали, 28 марта Китай закрыл границу полностью на въезд. Вообще, конечно, все очень удивлялись. Зачем вы приехали? Люди, которые связаны с моделингом, они, конечно, все говорили, вам очень повезло. В принципе, еще одна забавная история о нашем заселении, то, что изначально мою маму назвали моей сестрой, а не мамой. Ну, я же была в Москве, и, конечно, никто не мог заметить, что я мама. Какие типажи востребованы в Китае, на каких съемках можно больше всего заработать? В Китае востребованы все типажи, главное выглядеть свежо и молодо. Я очень часто снимаюсь с девочками на съемках, как типа подружки, сестренки, им по 23, по 25. Я такая, а почему вы выглядите лучше, чем я? Мне 14. Нужно попасть в правильное агентство. Если у девочки babyface, агентство должно с ними работать, должно иметь у себя в базе постоянных клиентов, которые любят babyface. Если, соответственно, strange, та же история, нужно, чтобы у агентства были выходы на недели моды, как это было раньше, ну и на определенных клиентов. Прошлогодний контракт как раз и сыграл, не в нашу пользу. Там были девочки абсолютно неоренимого типажа, вот совсем. Если вам предлагает материнка какой-то контракт, посмотрите борт принимающего, посмотрите, кто у них работает, напишите девочкам, узнаете, как дела. Тогда, скорее всего, вы не совершите ошибку. Ну, если вам дают хорошую гарантию, в принципе, я думаю, что можно об этом особо не запариваться. Ну, а нужно помнить, что если совсем нет работы, то китайцы могут отправить домой через месяц. Да, они выплатят вам эту гарантию. Если она безусловная. Но они отправят вас домой через месяц. На каких съемках можно больше всего заработать? На съемках, как я знаю, я не снималась еще для TVC. Видеореклама, да. За нее платят самые большие деньги, самые большие суммы. У меня самые большие прайсы были на других городах outside. Изначально, когда мы приехали, когда я общалась потом еще с девочками, у меня изначально был чуть повыше прайс, чем у остальных. Точнее, у нас он был одинаковый, просто мне не нужно было просить, чтобы он был таким. До этого девочки спрашивали, чтобы им поднимали прайс. Можно сказать даже цифрами. Я знаю, что девочки начинали работать с 900 юаней за час. Арина приехала, все работы у нее были минимум 1000 юаней за час. В августе подняли уже до 1200. И сейчас стоит вопрос о поднятии в сентябре. Много работы в месяц? Работы много, очень много. Я недавно считала, я здесь 133 дня была до отпуска, логично я это считала. И у меня было 112 работ. Три недели выходных в общей сложности, а перед отпуском работала две недели без выходных. Скажу честно, я уставала. Возможно, меня могут назвать по слабакам тряпкой, но буду с вами честна. Я правда уставала, как я уже сказала, у меня были истерики, я просто плакала без причины. Мне было очень плохо. Сейчас мне очень хорошо, потому что я на санье. Какие у вас обычно съемки? Чаще всего это кью, такими вот заколочками. Чаще всего пижамки всякие, либо толстовочки. И один есть постоянник, платье элегантное, пальто. У меня с ними было 30 работ. Если округлять, то до 30. Либо кьюти, либо свит леди стайл. А еще я снимаю большие футболки. Бой стайл, да. Все-таки я здесь мама, да, и уже готова к хейту со стороны и моделей, и родителей, которые любят говорить про то, что это слишком рано начинать в 13. Ну, то есть Арина сейчас в 14, начала она в 13. Вот она уставала, вот она плакала. На самом деле, это наше обоюдное решение было. И когда я видела, что она очень устала, повторюсь, мы просили выходные, нам их периодически давали. Пик нагрузки получился перед отдыхом. Я говорила, Арину возьми выходной, там была отменена одна работа, ну, то ли из-за погоды, то ли из-за чего-то, неважно. Ну, что нам сказала Арина? Ну, правильно, она сказала, напишите моему любимому клиенту, я из-за отпуска отказываюсь от съемки. Клиенту написали, он сказал, конечно, мы хотим Арину. И в результате она лишилась этого выхода. Я просто понимала, что вот у меня отпуск, я чувствовала себя, на самом деле, очень виновата из-за него. Как мне потом рассказали, у меня там около пяти работ точно отменились. А у нас всего семь дней отпуска. Один клиент просит, нужно два дня, другой клиент один день, потом вот этот постоянник тоже. Ой, а мы хотим и до, и во время, и после отпуска, все время мы хотим. Арина решила посчитать свои потери. В итоге я сказала, считай, не считай, мы все равно уезжаем, потому что на это невозможно так работать. У нас сейчас есть бренд, на который работают в основном три девочки. И сейчас забавно получилось то, что одна уехала на Санью на пять дней, следом за ней приехала я на Санью. И сейчас с первого по десятого еще одна девочка поедет на Санью. Замена у нас работала. Сколько можно заработать? У меня сейчас за полгода квартира в Питере двухкомнатная. В данный момент я могу купить однокомнатную. Дорога в другой город. Транспорт, цена такси, минус по транспорту. Работа в другом городе, перелеты аутсайд. По транспорту, если девочка хорошо занята, то 3,5 тысячи юаней в месяц сразу же записывают на расходы такси. Билеты на поезд, если отправляют на поезд, видимо туда же самолеты. Плюс-минус, что-то оплачивает клиент, что-то оплачивает агентство. По минусу в месяц это 3,5 тысячи юаней. Такси, опять же, это все в минусе. Я особо не знаю по ценнику по такси. Наверное, где-то в среднем 50-200 юаней. Это еще большой плюс, что агентства сами организовывают полностью такси. То есть они вызывают, просто присылают арене скриншот приложения, какая машина приедет, во сколько. Потому что я знаю агентства, которые отправляют девочек на работу даже на метро в Шанхае. Или они просят самостоятельно вызывать такси, самим платить с покетов, которые, ну, сами понимаете, не очень большие. В результате это не очень удобно. Потом они по понедельникам приходят забирать свои покеты на следующую неделю. Приносят чеки с такси, чтобы им это компенсировали. Аутсайд и перелеты. Ну, как мы уже сказали, за работу в другом городе плюс 200 юаней. Если снимают видео, то плюс 100 юаней. Если снимают аутсайд, то плюс 100 юаней. В данный момент мой максимум это 1600. По поводу перелетов. Если мама приехала с моделью и она рассчитывает летать с ней на работу, нет. Никто этого делать не будет. На работу Арина летает одна в другие города, она ездит одна. Единственное, что я всегда достаточно рядом. И если вдруг, не дай бог, что-то случится, я смогу относительно быстро приехать. Я для этого здесь, наверное, и нахожусь. Макияж, вопросы о коже и волосах, и о визажистах. Жалоб на Китай у меня вообще нет. Мне очень повезло. У меня, наверное, процентов 70 моих работ это постоянные клиенты. Если мне один раз повезло с постоянным визажистом, то все, жизнь прекрасна. Мне даже везет на то, что меня красит брендовой косметикой. И я уверена в том, что это не подделка. Бывают критические случаи, когда я снимаю для каких-то странных брендов. Меня красит странная косметика. У меня один раз была сыпь, лицо стало розовым, красным, все в пятнах. Счастью, мое лицо быстро прошло. И, в принципе, это был один день проблемы. Тебя пытались избить спонжиком. Мне прям не повезло с клиентом в тот день, потому что меня били спонжиком. То есть она мне делает макияж, а мне больно. Она мне завивает ресницы, вперед вот так вот завивает. И она долго очень держит, а потом дергает штуку, немножко закрытой. То есть она дергает мне ресницы. Это было больно. Это очень плохой день был у меня. Потому что меня еще избивали на работе. Я сижу, и мне нужно поправить шмотки. Ну и то есть, как делают нормальные люди? Они вот так вот проглаживают, и все хорошо. Но как делали те клиенты? Они меня били. Я пришла, пожаловалась всем. Потом я пожаловалась своему постояннику на следующий день. Они начали угорать с этого. И мне потом показывали то, что когда нужно было поправить одежду, они мне позволяют полностью само это делать. Они такие, поправляй. Издевайтесь надо мной. В принципе, мне пока везет. Я еще не была никаких шоу-вентах, поэтому я просто работаю, у меня все хорошо. А волосы, я не знаю, у меня волосы волшебные. Потому что мне каждый день их завивают, каждый день их сушат феном. Все делают по максимуму. А в итоге мои волосы никак на это не реагируют. Я уже была настроена, когда я приехала, что я отрежу себе волосы, наверное, по плечо. Когда домой уже вернем. А в итоге я приехала, кстати, отрезала волосы здесь, потому что за 4,5 месяца они, конечно, отросли. Но проблем вообще никаких нет ни с чем. Все, у нас последние вопросы. Моделинг это хорошо, не жалеете. Не жалею, вообще нет, потому что я люблю фотографироваться, мне нравится внимание, которое я получаю на съемках. Это круто, когда я в 14 лет могу делать то, что я делаю. Меня все устраивает. Если бы я считала, что это плохо, я бы не стала поддерживать. Нашла бы аргументы, чтобы отказаться от этой идеи. В принципе, можно было после прошлогоднего Китая сказать, что ничего не получится. Или сказать, что мы будем ждать 18 лет. Но корейский контракт поправил ситуацию. Вот Корея, наверное, сказала, что да, нужно продолжать. Какие у вас дальнейшие планы? Хочу купить квартиру в родном городе Санкт-Петербург. Были очень маленькие цели на этот год. Половину выполнила, то есть одна из этих целей была это свозить маму в отпуск и подарить ей крутой подарок на день рождения. Обе цели выполнены, и осталась только квартира. Ну, еще такая по цели, которой я не уверена еще, но очень хочется. У меня есть, примите, две брендовые сумки. В общей сложности они стоят 3-4 тысячи долларов. Просто у меня цель сначала купить квартиру, а потом уже думать о сумке. Если говорить о планах моделинга, тут планы строю я. Понятно, что мы согласовываем их. Мы не знаем, когда мы вернемся в Россию. Визу нам дали вот до середины октября. То есть до середины октября мы остаемся здесь абсолютно точно. Когда бы мы ни приехали, Арина будет учиться. Пока она учится, я буду выяснять, какие у нас есть варианты по оформлению китайской визы. Потому что агентство нас не просто не хочет отпускать. Если все-таки отпустят, то хотят, чтобы мы вернулись максимально быстро. Причем вместе, да? То есть нас обеих ждут. Директора очень устраивает, что я здесь. Это к родителям информация. Еще раз, Корея, возможно, Япония, если это будет интересно. Финансово главное. И Арина просто сама хочет в Японию. Так как она туда хочет, наверное, можно будет подумать о том, что найти там контракт на пару месяцев туда съездить. Недавно был пост в замечательном паблике «Не будем делать ему рекламу», где кто-то выставил Арину с вопросом «Модельная ли?» Может ли она работать в Европе? Было очень много комментариев неприятных по поводу того, что какая ей Европа, дальше Азии некуда. Ну вот к вопросу о планах у нас есть предварительная договоренность с Next Milan и Elite Milan. Они ждут нас из-за пандемии, только мы туда не поехали. Есть мысли про Испанию, там можно работать пораньше, но все равно в Испании хорошо можно работать только с 16 лет. А вообще просто до 18 лет самое спокойное время для Азии. Если в Европа хоть кто-то скажет, что мы готовы взять раньше 18, будем смотреть по ситуации. Не вижу смысла загадывать настолько сильно вперед. Вообще да, я вам упомянула пост. Мне было достаточно обидно читать все эти комментарии, потому что самое обидное, что взгляд пустой, внешность обычная, мне не нравится. Не модельная. Да, не модельная. Для Азии норм, но что тут на Европу? Не обижаете то, что же я вам сделала? Я почувствовала это на себе, когда я такая листаю, ленту, да, но вот это прям набрала. Это сделало то, это сделало это, и я поняла, насколько это обидно и сколько это не круто. Маленький урок себе. Так, последнее. Советы родителям. Мне кажется, я уже советовала все, что пока отвечала на вопросы. Доверяйте своим детям, давайте им шанс. Верьте в них. И потом вам это очень хорошо вернется, даст вам определенное спокойствие, что даже дочь вам будет рассказывать все, что у нее происходит хорошего, все, что происходит не очень хорошего, вы будете в курсе, и сердечных переживаний ваших будет меньше, если вы выстроите правильно, хорошие, доверительные отношения с вашими девочками, подростками и постарше тоже. Доверяйте им, это важно. И давайте им шанс. Ну, а если спрашиваешь про меня, то если тебе это правда нравится, иди до конца. Не бросай это, когда ты не можешь похудеть, не бросай это, когда тебя унижают в паблике. Если тебе это правда нравится, то иди до конца. Ну и подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм-канал. И, в принципе, там я активно отвечаю на вопросы по работе, я там жалуюсь всех же визажистых спонжиками на количество работ и так далее. Поэтому, в принципе, подписывайтесь на все соцсети, везде ставьте лайки, будьте активными. Было очень приятно, что нас позвали. Хорошего настроения всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok